пока добирался до очередной остановки на своем долгом пути наша словесная как минимум война с российской федерации федерацией перешла просто на новый уровень то что позволял себе ну там я еще какие-то спикеры то наконец-то позволил себе президент зеленский об этом мы сегодня обязательно поговорим сразу скажу не надо мне рассказывать надо погасить вот лампу горит потому что в этой гостинице можно либо все включить либо все выключить если все выключу будет темно сегодня вы меня чтобы вы меня не спалили где я нахожусь я специально пью как видите вражеский напиток а не тот который пью обычно но вы уже догадались о чем это я спасибо что были со мной во время дорожного кстати стрима и так сегодня понедельник 6 ноября 2023 года и вы смотрите шейтельман за сегодня ну конечно начинаем из грустных новостей того что происходит в одессе страшные обстрелы похоже россияне решили в этом году зимой сосредоточиться на одессе вот у меня есть такие опасения серьезные с одной стороны давайте мне очень косвенные улики сами понимаете меня нет доказательств нет никакой внутренней информации но мне кажется что мы где-то там на юге поставили еще один патриот не знаю где может быть днепр не знаю я никому ничего не подскажу никакой информации секрета не раскрою то что я ее не имею то есть я читаю те же газеты что и все остальные но мы сбили за вчерашний день три эскандера это баллистическая ракета и избить не так просто баллистическая кстати что интересно израильтяне впервые сегодня ночью по моему впервые сбили в ракету в космосе не в атмосфере земли а в космосе это первое в истории человечества сбитая в космосе ракета то есть вся эта песня валерия леонтьева как она пелось звездные войны и ходки и фильмы и звездные войны времени нет сделаем все что в наших силах чтобы реальным не стал сюжет вот стал реальным звездные войны начались сегодня когда у вас просят когда произошла первая звездная война 5 или 6 ноября она случилась а извините она случилась 30 октября просто об этом сообщили простите сообщили сегодня так что точно мы знаем дату 30 октября 2023 года армия обороны израиля впервые сбила баллистическую ракету за пределами земной атмосферы об этом просто сообщила газета телеграф была применена система arrow то есть стрела она же хец видимо по я так подозреваю не знаю это была ракета выпущенная из емена по городу эйлат и была она сбита в космосе ну а мы сбили действительно несколько искандеров баллистических до этого избивали только над киевом где как известно уже давно стоит система патриот сейчас сбили на юге но к сожалению россияне попали попали много достаточно по по одессе попали по художественному музею значит сообщил труханов мэр одессы что из-за российской атаки вчера было повреждено здание художественного музея как пишет труханов немного туда немного сюда и могли бы мы лишиться но имеется ввиду если бы они немного отклонились своем ударе россияне украина и одесса и человечество кстати могли бы лишиться многих наших образцов экспонатов очень известных на весь мир к счастью этого не произошло утром будет работа район администрации то есть сегодня утром оформлять документы для помощи всем пострадал пострадал кроме живого жилого дома сделаем обследование в общем попали в объект юнеско да здание да именно в ночь на 6 ноября российские он плохое слово употребляет я не буду поздравили нашу архитектурную достопримечательность ракетой в здании повреждены стены выбиты некоторые стекла проводятся работы по обследованию фиксации повреждения очередного объекта в зоне всемирного наследия юнеско так что варвары к нам пришли я помню когда-то я с ужасом наблюдал это было где-то в девяностые в теленовостях как в афганистане постепенно афганистан захватывали талибы движение талибан они же не за один день захватили весь афганистан и вот когда они дошли до каких-то святых мест для буддистов какой-то храм буддистский там были древние буддистские статуи огромные гигантские статуи смысле там в десятки метров они были сделаны в скалах все это песчаные скалы и так понимаю в них вырезанные статуи и талий талибы а по басд раз стреливали из ручных гранатомётов чтобы уничтожить статуи то есть всемирное наследие человечества уничтожалось и звучи наверх там 경우에는 этим занимались талибы сейчас россияне уничтожают наследие человечество ракетами искандер ракетами калибр продолжается продолжается к сожалению деятельность россиян по уничтожению культурного наследия мира мира и ничего не можем с этим сделать пока так в общем в одессе держитесь там у вас похоже чем горячий сезон очередной потому что сильно взялись взялись россияне к сожалению за одессу не дает им покоя то что не сдалась она врагам супостатам не захотела быть частью российской федерации вот это им особенно больно одесса русский город одесса русский город показала им одесса какой на русский город когда я помню в прошлом году в марте все одесситы по моему все вместе сидели и делали эти бутылки зажигательной смесью готовились встречать русский десант но он не смог доплыть даже до берега вот ну теперь шансы кстати доплыть до куда-нибудь у российского десанта уменьшаются и вообще я надеюсь что и количество ударов по одессе теперь как минимум не удастся увеличить потому что то что мы с вами в субботу обсуждали удар по по этому по заводу в керчи завод как же он там назывался господи сейчас расскажу завод 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 не метеор забыл я ну потом напишите если кто вспомнит само название завода у меня что-то вылетел из головы в общем я узнал про этот завод следующее что завод этот который в керчи мы поразили крылатой ракетой он отличается от того завода который поразили в севастополе это не ремонтный завод а именно судостроительный то есть там не ремонтировались военные русские русский военный корабль там не ремонтировался а создавался новый и в результате вот этой самой нашей атаки удалось один из этих кораблей уничтожить но как минимум сильно повредить мы точно естественно знаем уничтожили повредили но уже есть спутниковые снимки видно что он поврежден этот корабль который там строился на на этом керченском судостроительном заводе он должен был стрелять ракетами по одессе ракетами калибр это ракета-носитель калибров вот что готовилась к атаке готовилась для атаки по нам он уже был спущен на воду нож был в декабре начать обстрелы обстрелы одессы новый абсолют то есть мы поразили самый новый корабль который ну россия долго его строили и кстати вот что интересно я подумал но понятно что когда будем подсчитывать репарации от россии они должны будут оплатить ракеты это само собой на ракеты были французские то ли английские это французам или англичан но сам корабль они строили на ворованном заводе это же был завод украинский а строили получается на ворованном украинском заводе этот военный корабль для россия значит строили украинские работники здесь на которые там в крыму оплатили ты мне деньгами вместо денег им давали рубли и получается что это используется использованием рабского труда был построен целый корабль то есть я думаю что нужно будет посчитать и выяснится что россия должна оплатить нам стоимость этого корабля на стрессе они должны будут заплатить не только за ракеты который мы корабль уничтожили но и за сам корабль который строился украинцами на украинском заводе они вы считаете купили и сожгли ну по моему это правильный подсчет я думаю что юристам и финансистам надо будет этим заняться так называемый малый ракетный крейсер или малый ракетный корабль я не помню короче вот но одним кораблем меньше по нам меньше ракет вообще война как вы понимаете продолжается много сейчас политических событий мне кажется достаточно тревожно сейчас под большим давлением находится зеленский под большим сейчас дойду я до зеленского с его вот это неприличными выражениями объясню их объясню откуда они берутся откуда ноги растут у этого языка как кажется нового языка зеленского мне кажется я чувствую сейчас что с ним происходит человек а на фронте уже опять-таки в субботу на стриме говорили эту грустную новость 19 бойцов подтверждена гибель 19 бойцов 128 бригады в общем как говорит уже большое количество военного руководства этого все можно было избежать что это была какая-то большая ошибка командования там на месте я не хочу рассказывать как что было потому что я не знаю и влезать в военные дела не хочу я просто цитирую наших уже политических руководителей которые подтверждают что трагедии можно было избежать а на самом фронте 305 тысяч 970 россиян уничтожных 305 тысяч за последние сутки 880 россиян но вы знаете что примечательно что очень мало пошло техники четыре танк 5 бтр в 14 орудий то есть мне все время я все время как вы знаете сужу о событиях на поле боя исходя из косвенных признаков вот косвенные признаки сегодня мне говорят о том что интенсивность боев за авдеевку по крайней мере сейчас снизилась почему смотрите личного состава уничтожили много а танков бтр в мало то есть вряд ли они сейчас идут в атаку большом количестве техникой как шли последний месяц вот видимо там какой то есть элемент не знаю затишье что кстати что касается подписчиков канала шатриман и подписчиков заложного давайте буду называть просто подписчики генерала залу я имею ввиду уничтоженных на фронте россиян то мы сравнялись залу просто сравнялись идем ноздря в ноздрю причем вот просто я вот смотрю 305 тысяч 970 россиян 305 тысяч 970 а подписчиков у меня 300 305 тысяч 980 поэтому я сейчас попрошу всех посмотрит это где бы вы не смотрели перейдите по ссылке где написано подписывайтесь на канал штальман собака штальман нажали и дальше подписка это мотивирует заложного мы с ним идем ноздря в ноздрю подпишитесь пожалуйста поставьте лайк простите что достаточно сегодня буду сумбурен создаю все в походных тяжелых условиях не было вы знаете удивительно но я в том месте где очень плохой интернет и новости выдавливать приходится вот так как подавли по капли себя выдавливали раба так мне приходится выдавливать новости из интернет это серьезно что причем я не знаю я не ожидал от этого места что будет так нехорошо с интернетом но пока к сожалению вот так ну ладно все бы беды такие вас к сожалению в стране беды гораздо большего масштаба чем чем плохой интернет и так на фронте мне кажется в какой-то степени некоторое затишье но понятно что это затишье имеется тактическое сегодня в масштабах дня может быть вчерашнего сегодня всего же по-другому а вот в политике затишья нет в политике президент зеленский обматерил президента российской федерации путина в эфире нбс значит что он сказал зеленский у меня много силы но даже если мы чувствуем себя сильными имеем много энергии это не значит что мы хотим воевать всю нашу жизнь потому что цена велика потому что война забирает лучших из нас лучших героев лучших мужчин женщин и детей но мы не готовы отдать свою свободу этому факен террористу путину вот почему то есть он назвал путина и просто террористом что было бы логично а грёбаным террористом грёбаным террористом грёбаный террорист путин расскажу вам одну такую каком-то смысле забавную историю израильтяне поймут остальным будет не так весело но все таки когда был маленьким приехал жить в израиль чел иврит по газетам и вот значит есть слово на иврите которое словом изуян который означает вооруженный но она же означает грёбаный ну пишется одинаково по крайней мере и я естественно как любой новоприбывший сначала выучил мат само собой я знал что безуян грёбаный но не знал что безуян вооруженный и вот я читаю газету серьезный газет первая полоса написано вчера террорист с ножом нет просто такой террорист напал там на прохожего написано террорист мезуян попал на прохожего я соответственно думаю вчера грёбаный террорист хотя там написано было вооружён террорист а я думаю чувствую здесь пресса такая в израиле крутая они на первой полосе просто матом кровь от террористов. Вот, я думаю, вот это правильное отношение к терроризму. И вот, смотрите, это было в Израиле давно, уже 30 лет назад со мной такое. А сегодня такое произошло с президентом Зеленским. Потому что мне кажется, что его терпение к сожалению к сожалению на исходе. Ну, серьезно. Мне кажется, его достало все сразу одновременно. Давление, слишком много давления. Я начал про это в субботу говорить, не закончил как-то. Не дошел до логической точки. Ну, посмотрите, у него новый министр обороны, который там делает какие-то реформы. Увольняет, ну, представляет к увольнению командира сил спецопераций. На него, соответственно, начинается давление, почему он меняет командира сил спецопераций к Зеленскому. Типа, он должен объяснить. Тот же министр обороны говорит, у нас теперь будет другая армия, контрактная после войны. Все такие а, да, а сейчас почему не контрактная? Одновременно, типа, на Западе ему говорят, вы знаете, сейчас война в Израиле, поэтому мы вам меньше можем помогать. Что Зеленского, конечно же, возмущает. Потому что он, я уверен, что он всей душой переживает за каждого человека, за каждого раненого, погибшего, за каждую семью, пострадавшую на этой войне. Это, конечно же, его личная война. Это главное дело, которое было в его жизни когда-либо. Я думаю, что он все принимает близко к сердцу. Тут еще эта история с выборами. Вот сегодня один из оппозиционных депутатов сказал, что в администрации президента решили готовиться к выборам. Может, правда, может, нет. Может, это на нервах эти выборы решили провести. Может, Зеленский решил провести выборы, чтобы самому себе доказать, что там, смотрите, ну, проверить, что народ снова за него, как бы обновить свой мандат. Я уже не очень знаю. Я всегда был против выборов и остаюсь против них. И я ни на секунду не соглашусь с тем, что они нужны. Потому что я все про это сказал, повторять не буду. Но давление очень большое. Очень большое. И вот, мне кажется, очень хорошую идею высказал один мой друг у себя в Фейсбуке. Я уже зачитывал некоторые его посты. Вот очередная его хорошая идея. Мне кажется, было бы сейчас очень нужным делом. Вот смотрите. В субботу Зеленский и Урсула фон Герляйен вышли на совместную пресс-конференцию. Это было важно и нужно. Потому что они вышли вдвоем. И это означало, что то, что говорит Зеленский, как бы подтверждается Урсулой. То, что говорит Урсула, как бы подтверждается Зеленским. Они не обязаны были формально это подтверждать. Они просто сидели рядом и говорили. Этого достаточно. И вот мой друг выдвинул идею. А если Зеленскому провести совместную пресс-конференцию с Залужным, вот возможно ли такой вариант? Может быть меня смотрят в офисе президента, может быть задумаются об этом. Но хорошая была бы идея. Представьте себе совместная пресс-конференция Зеленского и Залужного. В этот момент будет даже неважно согласие между ними царит, несогласие между ними царит. Сам факт этой пресс-конференции, что они сидят рядом, в одном строю, вместе. Президент и главнокомандующий. Верховный главнокомандующий и главнокомандующий вдвоем проводят пресс-конференцию. Мне кажется, это был бы очень сильный ход. Он бы реально успокоил страсти в стране. Потому что страсти сейчас есть. Они разгораются. Нам этого нельзя допускать. Нам нужно их сейчас уменьшать, гасить. Такая пресс-конференция была бы очень сильным ходом. Подумайте, те, кто принимает решения. Подумайте, те, кто советует, какие решения принять. Подумайте над тем, как бы это выглядело, как бы это было круто. А то ведь нам, к сожалению, официально сообщили уже из США, из Белого дома, что пакеты помощи теперь нам будут приходить-то поменьше. Пожиже будет наша кашица-то теперь. В бюджет-то нам будут поменьше лить денежек. Пока, сейчас. Представитель Белого дома, Карин Жан-Пьер, она объявила в новом, ну, было объявлено о новом пакете военной помощи. Общая сумма 425 миллионов долларов. И она сказала, что США будут выделять меньшего размера пакета из-за отсутствия решения Конгресса относительно дополнительного финансирования. Вот этот пакет, 125 миллионов в рамках президентской программы, 300 миллионов из программы Ukraine Security Assistance Initiative. Заказ оружия производить. С сегодняшним объявлением мы исчерпали остальные средства, которые вообще доступны по программе вот этого заказа оружия производителей, исказал и секретарь Белого дома. И хотя мы имеем остатки по программе, я так понимаю, вот этой президентской, Presidential Drawdown Authority, чтобы продолжать удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину на как можно более длительное время. И в связи с этим она призвала Конгресс как можно быстрее одобрить предложенный Белым дом пакет дополнительного финансирования. Там, в Белом доме, в отличие от Конгресса, знают, что у нас вообще-то зима начинается. Сейчас, с приближением очередной жестокой зимы и полной российских атак, очень важно, чтобы Конгресс послал миру важный сигнал о решимости Америки и принял меры для принятия, принял для принятия, господи, извините, но это не моя, это их, ихняя, ихняя, ихняя масло масляное, да? Как я там говорил с приближением? Полный российских атак, послал миру важный сигнал о решимости, принял меры для принятия, да. Дополнительного запроса президента о национальной безопасности И показал Путину и остальному миру, что США продолжают твердо стоять на стороне Украины. Байден попросил 106 миллиардов, как вы знаете, из них 61 для Украины. Но пока спикер-палаты представитель Майк Джонсон говорит, что нет, надо разделять эти пакеты. И пакет Украины пока не голосовался. Проблема. Вы знаете, очень такие важные слова сказал Кулеба, наш министр иностранных дел. Сегодня он это сказал. Не знаю в рамках какого форума, но какая разница. Важны сами слова. Он просто точно сформулировал. Я это так и сяк и сбоку и из припеку об этом говорил. Тут очень точная формулировка. Если Запад не может выиграть эту войну, то какую он выиграть может? Хороший вопрос. Давайте вместе сейчас порассуждаем. Секундочку. Отличемся от ежедневных потребностей и порассуждаем на эту тему. Вот они говорят, у нас недостаточно денег, чтобы воевать с Россией. А если бы Россия напала на вас, у вас было бы достаточно или как? И заметьте, это Россия. Маленькая, нищая страна. Нищая. 2% мирового ВВП, а сейчас уже меньше. На вас напало. На нас, на всех. 2%. И у вас не хватает денег на это. А вы знаете, что Израиль, например, на войну с Хамасом, на войну с Хамасом, потратит, ну убытки Израиля от войны с Хамасом, по подсчетам израильтян, составит 51 миллиард долларов. Это война с Хамасом. Значит, и это оценка Министерства финансов Израиля. И это, если война не продлится дольше года. 51 миллиард долларов. Хамас. Группа бандитов с автоматами Калашникова. 51 миллиард долларов. А сейчас весь мир, США, Европа, все вместе пока потратили на войну против Российской Федерации и Федерации, ну 100 миллиардов. То есть всего в два раза больше. Это за год и 8 месяцев. Ну, может, чуть больше 100 миллиардов. Я точно сейчас не посчитаю. Ну, порядок. Порядок, я думаю, 100 миллиардов. Это вся Европа. Все помощи вместе сложить. Причем и военные, и финансовые. Вот все вместе. Хамас. У него несколько тысяч, ну хорошо, несколько десятков, может быть, тысяч боевиков с автоматами. И ракеты самодельные из водосточных труб. А мы собрались за 100 миллиардов Российскую Федерацию победить? Вторую армию мира собрались победить за 100 миллиардов? Вот на что сейчас жадничает Запад? На то, чтобы уничтожить мировое зло, раз и навсегда. Ну, по крайней мере, до десятилетия мира обеспечить. А если бы на них напали, что бы они делали? А что бы они делали, если бы напал Китай, страшно подумать. Китай-то не 2% мирового ВВП. Не нищая страна на далеком севере, в Сибири. Китай в центре мира. Джон Гоу по-китайски это Китай. Джон Гоу это срединное государство. В середине мира находится. Но каждое государство при себе думает, что оно в середине мира. Конечно. Сейчас специально утребую. Но, тем не менее, Китай в центре мира напал бы на Тайвань. Чем собирались защищаться-то? Это по финансам. У нас нет денег, чтобы защищаться. Мы устали от Украины. А подождите, а по оружию. Чем вы собирались воевать с Российской Федерацией и Федерацией? Они же сказали, можем повторить. Пойдем на Берлин. Как у вас оказались пустые склады со снарядами? Как оказалось, что у вас кончились все ракеты? Как оказалось, что у вас ракет тысяча штук? Тысяча семьсот. Современных ракет тысяча семьсот на весь мир. Ну вы серьезно? Не семнадцать тысяч, не сто семьдесят, не миллион. При том, что такие мощные враги. Половина мира по населению оказались нашими врагами. Сотни миллионов варваров по миру, которые готовы уничтожить нашу цивилизацию. А у нас нет ни хрена. Вообще ни хрена. А что мы производили все это время? Тыквенные латы мы варили, понимаете? Может пора начать все-таки переходить и варить нитроглицерин вместо тыквенного латы? Найдро. 500 паунсов найдро. Порох давайте делать новый, нет? Ну серьезно, давайте варить порох. Что мы варим в тыквенные латы? Вот если в каждой кофейне вместо латы будет еще варить порох или что-нибудь там, я утрирую. Ну суть-то вы поняли мою? Давайте может всем человечеством займемся. У нас безработица там, не знаю, не во что инвестировать. Давайте все навалимся производить оружие. Варваров много. Вот понимаете, почему я говорю, что Кулеба прав? Если вы не можете выиграть эту войну, то какую можете? Это же самая простая война. Это же война, в которой против нас воюет маленькая по населению страна, 140 миллионов человек. Ни Китай, ни Индонезия, ни Никарагуа, ой, извините, ни Нигерия, да? Ни Пакистан, ни Бангладеш, небольшие страны, маленькая. Бедная. А если богатый Китай нападет? Мне тревожно уже прям реально. Слушайте, я чувствую нашу ответственность, нашу с вами реальную ответственность. Вот всех, все 305 тысяч зрителей канала Штреман. Вот вы чувствуете, что мы как будто, не знаю, как будто мы ответственны за весь мир. Ну серьезно, у меня такое чувство. Гуляют какие-то люди. Я вот был в аэропорту, вы понимаете, когда живешь в Украине всю войну, то в аэропорт же не заходишь. А тут сижу в одном большом аэропорту. И ходят люди туда-сюда. Много-много. И все такие беззаботные, все пивасик потягивают. Такое все беззаботное. Такое все, все-таки в отпуск летят. У всех такие шарики, надувные матрасики с рисуночками, девочки с куколками. Понимаете? А я на все это смотрю, вспоминаю Харьков. И Днепр, вспоминаю Одессу. Ну Харьков почему-то больше всего в голову приходит. Игрушки окровавленные приходят в голову. И думаю, блин, чем вы собраетесь защищаться или нет? Вы понимаете, что к вам это завтра придет? Да и Израиль приходит в голову тоже с его расстрелом спящих детей. Хамасовцев. Тут еще, видите, вот Кулеба это заявил. А появился один усатый, вот уже сказал про это, факер террорист, про Путина президент Зеленский. Я думаю, пора говорить примерно такое же про Лукашенко, только какие другие надо слова. Какие там бывают, что еще бывает, не знаю. Александр Бичевер, кто он там у нас? Ну придумайте сами веселое про него, да? Эсхол. Лукашенко Эсхол, да. Потому что он заявил, что Украина будет наша. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина все равно будет наша. Это он на встрече с представителями трудового коллектива белорусской атомной электростанции. Тоже допустили, понимаете, строительство русскими атомной электростанцией в центре Европы, в Беларуси, в ужас, на границе с Евросоюзом. Украина все равно будет наша, закричал Лукашенко. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке. Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому говорил, Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка про тебя забудут. И что происходит? Украина отходит на задний план. Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру. Ну вот сука, правда? Ну чисто сука. Вот я сейчас вместо Зеленского, это самое, поэтому все-таки Сан-Оф-Бич, да? Действительно Сан-Оф-Бич, а не Эс-Хоу. Ну вот такой гнать, да, на соседей. Его раньше уважали в Украине. По опросам, я помню, до войны он был самый авторитетный политик. Серьезно, до 2020 года, конечно, он был самый авторитетный политик мира для украинцев. У него рейтинг был 70% в Украине. Представляете? Вот кумир, да? Не создайте себе кумира. Потому что все такие приезжали в Беларусь. Беларусы нашим говорили, мы здесь живем под диктатурой, вы что, охренели? Ну, ваши дороги, говорили украинцы. У вас тут дороги построили красивые, Лукашенко. С ним же не все так однозначно. Вот рассказал он вам. Он рассказал следующее. Их политика это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде. Знаете, что там рыбу левча ловить. Это их политика. А все остальное это расходный материал, как в Украине сегодня. Поэтому этот регион, наш регион, в том смысле, что мы вместе будем с Украиной. Никогда мы не будем братьями теперь с Белоруссией, господин Лукашенко. Кстати, из-за вас с белорусским народом тоже не будем братьями. Просто лично из-за вас. Из-за такого вот Санов-Бича. Вот не знаю, некоторые люди меня возмущают. Вроде уже почти я перестал всеми возмущаться. Например, меня же не возмущают там какие-то Соловьёвы, там все эти Киселёвы, там Симоняны. Ну, я понимаю, работа людей такая. Но этот, как это, любая бумажка, но эту я запихну из широких штанин. А дальше начинает, о господи, Европа приползёт к нам, к России, к нам. У него Россия, это мы уже. Он, кстати, у вас белорусы продал в Россию в рабство, видите. Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. И она не может сопротивляться, потому что у неё всё. Всё, короче, мне стыдно дальше всё это читать. Просто стыдно за этого человека. Стыдно смотреть на его лицо. Человека, про которого многие с уважением отзывались когда-то. Многие думали, что он какой-то личность, политик. Сейчас отвратительное зрелище. Мерзкое. Хуже Путина реально, мне кажется. Да. Ну, а к чему привело это самое? К чему привело вот это вот? Лукашенковские с путинские дела. Сообщил нам мэр Мариуполя. Наш, естественно, законно избранный мэр Вадим Бойченко. Он выбрал до войны. Он сказал, что для полноценного восстановления Мариуполя понадобится 20 лет. Если говорить о плане Мариуполя-Риборн, то есть как по возрождению Мариуполя, он состоит из двух частей. План быстрых действий. Два года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении города, то той численности населения, которая была до войны, это 20 лет. Представляете, что сделали россияне? На 20 лет назад отбросили Мариуполь. На 20 лет назад. Они, кстати, уже заявляли, россияне, у них там есть планы, планы того, что делать с оккупированными территориями. И россияне сказали, что они возрождать некоторые города Украины не будут, не считают нужным. Слишком все разрушено в Пахмуте, в Севердонецке. Нет смысла их возрождать. Сравняют с землей, как римляне. Знаете, камня на камне не оставим. А нам 20 лет это все потом отстраивать. Вот такие Лукашенки к нам пришли. Жесткий сегодня выпуск, жесткий, а что делать? Хочется вам приводить в хорошее настроение. Но я, знаете, я наконец подготовил юморок. Шутки, ха-ха. Но честно, юмор такой же мрачный, как и серьезные новости сегодня. Может, походная атмосфера на меня влияет, что не до смеху, не до смеху. К Израилю давайте немного, да? Продолжается там война. Армия обороны Израиля полностью окружила газу. Сейчас обезвреживает террористов одного за другим. Тоже их там много. Штука опасная, в общем, воевать в этих подземельях. Там в подземельях сейчас идет война. И тоже разрастается вот эта ненависть к евреям по миру. Совершенно ни на чем не основанная. Я вчера, опять-таки, у меня же теперь воспоминания из аэропортов, называется. Я знаю, какой я вам... Под конец я вам расскажу одну хорошую штуку. Из личного своего разговора с одним человеком. Я вам расскажу свежачок из Крыма, хорошо? Вы сейчас подпишитесь на канал Штельман, потому что свежачок из Крыма заслуживает того, поверьте. Подпишитесь сейчас, поставьте лайк. Дойдем до этого. Главное не забыть. Значит, вот во всем мире растет эта напряженность, потому что сидел я вчера в аэропорту, смотрел канал Аль-Джазира. Где бы я еще его посмотрел? И там по кругу бесконечно, большой аэропорт, огромный экран, бесконечно по кругу крутятся там три кадра. Причем они настолько театрализованные. Ну, кадры из сектора Газа, где якобы, значит, израильтяне убили кучу опять людей, детей и так далее. Почему якобы? Ну, в смысле, нет, может там кого-то и убили, но кадры были фальшивые настолько, которые, ну, ты смотришь и думаешь, что это за дешевый фуфловый спектакль вообще? Кто все эти актеры? Ребенка. Страшно умирающий ребенок. Его несут на руках, кладут на какую-то тележку такую, значит, но тот покладет, он на камеру позирует вот так, он промахивается, и ребенка кладет мимо. Ребенка кладет так, что у него жопа помещается, и половина спины, а остальное туда пытается улететь вниз. Так ребенок так раз, и изгибается обратно, только что умирал, чтобы не чебурахнуться, понимаете, с каталки. Потом привозят, значит, второго умирающего. Он хромает, а за ним выводят палестинскую такую старую бабушку. И эта бабушка, значит, она идет, у нее жесты, прям как будто она всю жизнь гимнастикой тренировалась. Я не знаю, влезу ли я в кадр это показывать, но меня прям уморило это. Она такая, я не могу, не влезает в кадр, потому что она делала именно так. Но вы можете домыслить, где мои руки. Это вот такие жесты, и она так раз восемь, типа, вот, восемь раз жест мировой скорби. Явно, короче, кино художественное, просто реально художественное кино. Отвратительное художественное дешевое кино. Вот. И вот это показывают на весь мир Аль-Джазиры. В аэропорту. Там сидят люди со всего мира. Со всего мира. Там не палестинцы сидят. Это Аль-Джазиры, не арабский канал. На английском языке для всех показывается вот такое. И вот уже Шольц, канцлер Германии, Германии призвал немцев, немцев, своих сограждан, встать на защиту евреев в стране. Занять четкую позицию, против антисемитизма. По его словам, тот, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас. Поэтому мы все должны встать на защиту евреев в Германии. Вот почему мы все должны встать на защиту евреев. Речь идет о гражданском мужестве. Еврокомиссия, кстати, заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе. Канцлер подчеркнул, что обязанности государства являются защитой еврейских институтов. И с антисемитизмом надо бороться. Безо всякого прощения. Правоохранительные органы имеют необходимые инструменты. Ну, дальше вы поняли. Но главное, что он призвал немцев. А вы не помните, после... И это массовых погромов уже не было, да, по-моему, в Германии. Ну, сейчас. Я не про 80 лет назад. А вы не помните, Путин призвал россиян встать на защиту евреев после погромов в Махачкале? Или не призвал? А что-то, по-моему, не призвал. О-ля-ля. Ладно. То, что я думал, что будет... Да, я вспомнил. У меня еще в конце выпуска будет короткое кино из того города, где я недавно был. Я же обещал, что когда уже уехал, то можно показывать. Пока еще там. Ну, спалился, спалился. Из того города будет короткое кино, о котором вы подумали, да. Значит, в России был концерт. И на концерте выступал, есть такой певец у них, Шаман. Постепенно становится таким официальным певцом войны, что ли, да. Такой Юрий Левитан от пения. И что он там пел, вообще совершенно не важно, что-то спел. Но важно, что ему во время концерта они устроили перформанс. Кто не видел, вы охренеете. И мы вынесли такой огромный чемодан. В чемодане ядерная кнопка. Открыли, он ее нажал, и везде вспыхнули вспышки. Ну, на экранах огромных и так далее. То есть, он просто промоделировал, что ядерная война это кул, это прикольно. Мы все сейчас собрались, мы сейчас устроим действительно всемирный апокалипсис и убийство массовое. И я вот, перед глазами у меня картинка с этими людьми, которые на концерте. Эти люди купили туда билеты, я подозреваю, на этого шамана. Это тысячи людей. И думаете, что они там заплакали, сели? Сказали, перестань, что ты делаешь? Закричали, нет, ядерному взрыву, нет, нет, нет. Они закричали, ядерному взрыву, да, да, да. Солнечному миру, нет, нет, нет. Просто надо перепевать шаману, вот эту песню надо перепеть. Помните, была, рядом, рядом, радость и беда. Надо, надо, надо твердый дать ответ. Солнечному миру, да, 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 ядерному взрыву, нет, нет, нет. А сейчас надо шаману перепеть наоборот, что солнечному миру нет, ядерному взрыву, да, 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 солнечному миру, нет, нет, нет. Вот такая реальность сегодня. Вот такой факин террорист. Естественно, что факин террорист привел страну вот к такому, с такими врагами нам приходится иметь делом. Хорошие новости в том, что я вспомнил, что с Крымом-то. Я встретил человека из Крыма. Случайно. В аэропорту. И он говорит, ну, с тех пор, как линия фронта приближается к нашему городу, а он не сказал свой город. Я говорю, в смысле приближается? Ну, линия фронта же очевидно приближается. Я говорю, что вы там замечаете, это в Крыму? А этот человек на нашей стороне. То есть человек живет в Крыму все эти годы в оккупированном, но с украинскими документами, с украинскими номерами на машине и так далее. Так можно, оказывается. И он говорит, да, как линия фронта приблизилась, конечно. Потому что, говорит, бомбят же каждый день. И это все видят, все это понимают. И они уже больше так тут не хозяйничают. Они уже больше так себя уверенно не чувствуют, сказал он про русских оккупантов. Мне кажется, это очень важное свидетельство с той стороны. Это значит, что надо продолжать все эти обстрелы Крыма хорошо работают на демотивацию русских оккупантов. В общем, сейчас вы увидите еще ролик о том городе, в котором я был. А перед этим хочу сказать, да, тяжелый, морально сейчас тяжелый момент. Вот прям, не знаю, какой-то разброд чувствуется мне, и шатание, что ли. Я надеюсь, что мы все это все преодолеем. И вот предложение моего друга в силе насчет того, что совместная пресс-конференция Зеленского и Залужного. Ну, по-моему, хорошо. Все. Смотрите последнюю, заключительную, пятиминуточку из того города, в котором я был. А мы с вами увидимся завтра. Это был Штреман за сегодня. Ну, и раз уж проговорился, все равно, что я в Вашингтоне, то решил последний кусочек видео снять на фоне Капитолия. Видите, Капитолийский холм сзади, да, Конгресс США. Да, ну, на самом деле, нет, конечно, это... Это не Конгресс США, это все уже, кто здесь когда-нибудь бывал, догадались, где я. Это совершенно даже наоборот. Отнюдь не Конгресс, а центр города Кишинев. Ну, раз уж я проговорился на стриме, то должен поблагодарить за гостеприимство жителей Молдовы. Вы меня спрашивали на стриме, а узнают ли меня здесь. Да, не просто узнают, а вот ехали сегодня люди, целая семья на машине, трое маленьких детей. Представляете, реально такие вот дети маленькие. И останавливают прямо на улице меня, останавливают. Михаил, это вы, давайте сфотографируемся. Уна, фамилия, все семьей там и так далее. Все сфотографировались, так что спасибо Кишинев за то, как меня принимали. А я просто решил показать зрителям канала Штельман, центр Кишинева, что это прекрасный солнечный город. Как видите, вот такие парки здесь. Вон там даже национальная ассамблея видна. Сейчас еще что-нибудь прогуляемся. Дело в том, что я много раз бывал в Кишиневе, но как-то знаете, в тот период, когда это был еще винный туризм, ну а по-современному так называется винный туризм, тогда я думал, что это алкоголизм, то тогда мы все время были пьяные, и я Кишинев, помню, плохо, смутно. Потом я все время был на каких-то коннекшенах, и была ночь. Было темно и мрачно, и плохо, и сыро. А сейчас я приехал, солнышко сияет, понимаете, почти 20 градусов. И все это в ноябре. Вот, прекрасная зелень, отличный город. Всех жителей Молдовы поздравляю с тем, что у вас есть такой замечательный город, и такая отличная страна. Осталось вам вместе с Украиной вступить в Евросоюз, и, конечно же, освободить свою страну от российских оккупантов, которые до сих пор занимают пока, к сожалению, Приднестровье. Я думаю, тогда здесь все расцветет. То есть, вот этот парк, он и так прекрасен, но я ехал мимо, мягко говоря, не сильно ухоженных районов, а хотелось бы, чтобы они были сильно ухоженные, а для этого нам нужно избавление от российской оккупации, и вступление в Европейский Союз. Но, знаете, как в любой приличной стране, хотелось сделать одно примечание по нашему поводу. Чему мы можем научиться у Молдовы? Ну вот, например, смотрите, что это у нас. Это триумфальная арка. Триумфальная. В каждой приличной стране есть триумфальная арка, а у нас до сих пор нет. Но, правда, для этого надо победить Россию, иначе как. Хотя мне вот, знаете, что обидно? Вот россияне, которые в этой войне покрыли себя несмываемым позором, учредили у себя в Российской Федерации праздник в честь оккупации. День оккупанта, день оккупации украинских земель и так далее, и так далее. А у нас уже были замечательные, знаменательные события. Ну, взять, к примеру, вот разгром россиян под Киевом, который длился с 29 марта по 2 апреля, когда последний русский солдат покинул, значит, Украину туда, на север, в Беларусь ушел. Ну, вот в честь этого должен быть праздник какой-то, день разгрома россиян под Киевом. Мне кажется, это надо закрепить в истории, чтобы никто уже не сомневался, и чтобы всякие Лукашенки не рассказывали сказки о том, что там, дескать, как там он говорил, ну, они же не совсем были разгромлены, они же добровольно там взяли, развернулись и ушли, что же они такое рассказывают. Рассказываем, как было, в хвост и в гриву от Имели русский, этот самый, русскую армию под Киевом. Нужно в честь этого поставить триумфальную арку. Это, кстати, арка, к сожалению, по поводу победы Российской империи над Турцией, поэтому, я думаю, скоро с визитом приедет Эрдоган, и... да, ну, сами понимаете. В общем, приветствую еще раз жителей Молдовы, даже тех, кто сейчас не здесь, даже тех, кто, не знаю, в Венеции, например, проживает в настоящий момент. Надеюсь, что здесь все будет хорошо, восстановится территориальная целостность, все вернутся, тем более, это место связано, конечно, с тем, что здесь, в Кишиневе, родился Евгений Онегин. Не многие знают, но здесь родился Евгений Онегин, и поэтому вот там одна из улиц рядом совсем называется улица Пушкина. То есть, ну, что значит родился? Его придумал Пушкин, но придумал здесь, написал-то он другие произведения, но придумал он здесь Евгения Онегина. Так что Кишинев, место, где родился Евгений Онегин. Поэтому здесь имеет право на жизнь улица Пушкина. Хотя лучше бы она называлась Евгения Онегина, но это вообще дело Молдаван, дело жителей Кишинева, ваше дело, не вмешиваюсь. Вот в Киеве непонятно, зачем улица Пушкина. Он в Киеве не родился, Евгений Онегин не родил, что он там делал, непонятно. Почему в Молдове, почему в Тбилиси, даже почему в Одессе, могу понять. В Киеве не могу. Все, всем привет, завтра увидимся на Шиттельман за сегодня. Ставьте лайки на прощание за такую замечательную экскурсию, короткую, но все-таки по Молдове.